В этом году конкурс памяти Николая Сафонова проходит в онлайн-формате. Его проводят Центр культурного развития «Вертикаль» и Молодежная фотостудия, Дом ученых и Пущинский фотоклуб, Московское областное региональное отделение Союза фотохудожников России и администрация города Пущина. Мы попросили помощи, что все организаторы выкладывают наши материалы, которые мы делаем по конкурсу, на свои сайты. Поэтому у нас получилось, что масштаб конкурса в этом году внезапно вырос. От Владивостока до Санкт-Петербурга, от Ставрополя до Челябинска, от Миаса до Екатеринбурга. Такова география участников фотоконкурса памяти Николая Сафонова в этом году. Заявки поданы из 35 городов России. Очень много людей, которые прислали нам свои работы. У нас 169 заявок, больше всего участников из города Пущина, 41 автор. Очень много работ прислали города, в которых сильные фотографические студии, которые знают и Пущинскую фотостудию. У нас большие заявки из Калуги, Трехгорного, Тулы, где сейчас в колледже преподается фотография, Малый Рославц. Каждую неделю в интернет-группах ЦКР «Вертикаль» будут размещаться ролики с фотографиями конкурса. Кстати, первый уже можно посмотреть. В нем представлены работы, поданные в номинацию «Жанр». В этом году мы не стали делать первого этапа, и мы пустили для жюри и для наших зрителей все работы. Поэтому все работы можно будет увидеть в течение декабря. В социальных сетях, и я надеюсь, что сайт тоже найдут возможность выкладывать, прицеплять наши видео либо с канала YouTube, на который они тоже идут, либо с соцсетей. То есть вся информация будет. Все могут смотреть все фотографии. Оценивает работы конкурса профессиональное жюри председатель Союза фотохудожников России Дмитрий Иванов, фотограф и лауреат многочисленных конкурсов, в том числе и памяти Сафонова Светлана Тарасова, секретарь Московского регионального отделения Союза фотохудожников России и один из основателей Дома Андреева в Серпухове Андрей Клюев. И два наших члена жюри – это члены Пущинского фотоклуба и молодежной фотостудии Пущина, это Константин Чемерис, которого не надо представлять, и Алексей Михайлов, который сейчас работает в Москве как профессиональный фотограф. Призовой фонд фотоконкурса памяти Николая Сафонова, фотоальбом с работами мастера и предоставление выставочных пространств. Мы рассчитываем, что у нас четыре победителя. Мы можем предложить либо выставки индивидуальные, но разнесенные на два месяца, либо, например, две групповые выставки, то есть два автора и два автора. Так что мне кажется, что эта идея достаточно симпатичная, что в следующем году во время проведения конкурса Сафонова все участники и жители города смогут увидеть полноценные коллекции победителей этого года. Имена призеров и победителей будут оглашены 25 декабря. Екатерина Рускова, Андрей Михайлов, Дмитрий Строконь, ТВ Спущено.